Саламастер Маккурмя, Тотандастар. Здравствуйте, уважаемые соотечественники. Сегодня я хочу сделать специальное обращение к работникам полиции. 25 сентября в 19 часов по всей стране будут организованы митинги демократического выбора Казахстана. И, как обычно, режим Нусултана Назарбаева будет использовать полицейских, чтобы они оказывали давление на гражданское общество. Чтобы наши граждане не могли использовать свои конституционные права на свободу митингов, на свободу собраний, на свободу пикетов. Мы понимаем все, что Казахстан это репрессивное государство, где вся правоохранительная система власти построена для того, чтобы защищать не народ, а чтобы защищать власть Нурсултана Назарбаева. В этой связи я хочу объяснить работникам полиции, что они работают на преступную власть, что они не выполняют ту присягу, которую они дают при приеме на работу, а именно служить народу Казахстана. Вы, работая в полиции, прекрасно знаете, что это коррумпированная система, что вас принуждают брать различные взятки, поборы. И затем вы значительную часть основную отдаете высшестоящему начальству, те дальше. И все эти взятки накапливаются по всей стране, как кровь двигается по кровеносным системам. Идет министру, его подчиненным, и он собирает эту массу наличных средств, взяток и передает высшее. И мы все должны понимать, что это мафиозная система, построенная именно Нурсултаном Назарбаевым. И все ресурсы, которые снизу вверх в виде поборов собираются вверху у министров, они в конечном счете попадают в руки Нурсултана Назарбаева. Какая часть, безусловно, теряется по дороге, но основная часть уходит вверх и попадает в карманы Нурсултана Назарбаева. Вы, конечно, можете спросить, а зачем ему столько денег? Только состояние за все эти годы, которые он наворовал, составляет не менее 200 миллиардов долларов. Конечно, вы спросите меня, а зачем ему так много денег, если его родственники, дитя, все миллиардеры? Дело в том, что это именно таким образом организованная система. Она не может по-другому жить. Всегда, чтобы механизм был подчинения, снизу вверх должны эти взятки доходить до самого верха. Они все связаны преступными деяниями. Это одна организованная преступная группа. И как только поток снизу денег прекратит двигаться вверх, получается, весь этот механизм разрушается. Соответственно, Назарбаев теряет власть. И это правоохранительная система, которая сейчас защищает его, потому что накачивается снизу вверх ресурсы, часть остается внизу. И это позволяет каким-то образом жить членами этой мобиозной группировки. Если этот механизм разрушается, то механизм прекращает подчиняться Назарбаеву. Они живут сами по себе. Они прекращают защищать его власть. Соответственно, и он так теряет в конечете свою власть над страной. И именно поэтому этот механизм работать будет всегда до тех пор, пока будет существовать. Это именно бандитская система власти. И не зависит от того, у него 200 миллиардов долларов у Назарбаева или триллион, этот механизм, он функционирует именно так, по-другому не может. Если будет другой механизм, то его власть разрушится. Вот, собственно, прямое постольное объяснение, почему этот механизм работает независимо от того, сказочно богат Назарбаев или менее богат. Это механизм функционирования существующей мафиозной власти. В этой связи я хотел бы напомнить полицейским, что они, конечно, будучи членами этой организованной преступной группы, не исполняют закон, а исполняют командой. И получается, что если они эти команды не будут исполнять, эта система их выбрасывает из своих рядов, подбирает других, где в очереди стоят безработные со всей страны и зачастую из сельской местности. Давайте мы поймем, что такое силовые структуры Казахстана. Силовые структуры Казахстана – это Министерство внутренних дел, это Национальная гвардия и Комитет национальной безопасности. Ну, я даже не говорю о вооруженных силах, об армии. Вот именно те структуры, которые давят на свободу граждан и исполняют приказы Нурсултана Назарбаева. Почему? Давайте поймем, как устроена вся эта система. Ну, как мы знаем, что всех министров назначает Нурсултан Назарбаев. Даже сейчас, хотя формально указом президента министры назначаются именно Такаевым, мы все прекрасно знаем, что существуют и другие нормативные документы, в которых говорится, что нынешний президент все эти вопросы должен согласовывать представитель Совета безопасности Нурсултана Назарбаева. И самостоятельно Такаев может назначить только Акимов районов, но и то, это на законном уровне может назначить, но в реальности, в реальной жизни, если там интересы на уровне Акимов районов стоят, интересы семьи Назарбаева, то ни одного Акима даже не сможет своим указом снять, потому что сразу его из кабинета Назарбаева отдернут и принудят отменить свое решение даже о назначении Акимов района. Таким образом, министр внутренних дел фактически назначается Нурсултаном Назарбаевым. Получается, что именно Министерство внутренних дел, вся полиция фактически подчиняется Нурсултану Назарбаеву. Есть еще местные полицейские так называемые службы на уровне регионов, это та же самая полиция, глава ее назначается Акимов области. Опять же, глава области, Акимов области назначается фактически Нурсултаном Назарбаевым. И получается таким образом, что вся полицейская система сверху донизу, начиная с центрального аппарата, заканчивая регионами, находится в прямом ведении Нурсултана Назарбаева. Раз он назначает Акимов области, Акимов области назначает начальника местной полицейской службы, то фактически получается вертикальное подчинение всех служб Бурсултану Назарбаеву. И здесь уже не работает закон, здесь известно, что все полицейские работают по устному приказанию, по инструкции и закон для них не писан. Вы сплошь и рядом видите, как происходит нарушение прав граждан, как их незаконно задерживают, вменяют разные обвинения, захватывают, привозят в отделение полиции, задерживают. Вы знаете прекрасно, что судебная система, она полностью слита с полицейскими службами, и что вы, когда ваши законные права и интересы нарушаются, вы не можете обратиться никуда, чтобы добиться справедливости, потому что судьи тоже назначают Нурсултан Назарбаев. Все в его ведении. Поэтому получается, что если судебная система могла бы разрешить ряд спорных или конфликтных вопросов, независимая, то в данном случае это фактически как один организм. Милицейские и полицейские службы формируют обвинения, совершают беспредел. Если даже граждане обращаются в жалобы судебной системы с исками, то эта судебная система опять выполняет команды политической верхушки, в частности Нурсултана Назарбаева и его близкого окружения. Поэтому в нашей стране справедливости вы не можете добиться, потому что суд прикрывает, полиция подчиняется власти, нет независимых, не полицейских, нет независимых судей. И собственно это фактически приводит, что это одна большая политическая система, в которой входит в том числе судебная система, полицейские службы, они все находятся в ведении одного человека. И поэтому вы не можете найти справедливости. Что делают полицейские? Давайте мы поймем, какова их жизнь. Мы все знаем, что они нарушают закон, что сверху их все крышуют, прикрывают, и верхний начальство прикрывает, над ними еще выше. То есть это происходит потому, что это все члены одной преступной группировки, мафиозной. С другой стороны мы знаем, что в целом полицейские живут тяжелой жизнью. Тяжелой жизнью в каком смысле? У них ненормированный рабочий день, у них низкие заработные платы, они охотятся за людьми, вытаскивают штрафы, получают взятки. И по сути дела, это на самом деле такая мучительная жизнь. Давайте поймем, какие заработные платы у рядовых полицейских, у лейтенантов, у начальников РОВД. Это скелет и костяк, основа той самой полицейской системы, которая отстроена снизу доверху по всей стране. Ну как известно, рядовые полицейские, базовая зарплата порядка 60-70 тысяч тенге, как все бюджетные работники. Затем за разные виды работ, дополнительных каких-то действий, они получают доплаты. Ну и где-то рядовые полицейские получают в районе 90-100 тысяч тенге. А при том обратить внимание, что они не имеют собственных жилья. Они берут ипотечные займы на общих же условиях. У них фактически нет никаких гарантий, что завтра член семьи их погибнет, полицейский. И что государство защитит его семью. Мы все прекрасно знаем, что государство не помогает никому, в том числе и членам семьи полицейских, если полицейские погибнут. Лейтенанты получают не более 150 тысяч тенге. А начальники так называемых РОВД со всеми доплатами получают порядка 250-300 тысяч тенге. Конечно, в среднем относительно других работников, граждан нашей страны, это кажется, зарплата выше. Но в реальности вы понимаете, что это невысокая заработная плата. Ну и конечно, они в большей степени живут на взятках и на разных подношениях, на незаконных действиях. И работает, опять же, нарушая, по сути дела, закон. Наступит время, все равно какое-то через короткое время произойдет смена режима. И конечно, преступления работников полиции будут выходить, выплывать. Конечно, многих ждет наказание за те действия, которые они сейчас совершают. Пытает людей, избивает, закрывает тюрьмы. То есть масса незаконных действий, включая вот тех самых полицейских, которые участвовали в убийстве Дулата Гадила в Астане. Их всех ждет, безусловно, наказание. Потому что это мафиозный режим, это вся система построена на коррупции, нарушении законностей. Давайте мы теперь поймем, как это устроено в мире. Я в качестве примера возьму, например, Америку. Зарплата среднеамериканского полицейского, рядового, начинается от 2500 долларов в месяц. Ну и годовая зарплата со всеми доплатами и все прочими, составляет порядка 50 тысяч долларов в год. То есть где-то 4000 долларов в месяц. Вышекомандный состав, порядка 80 тысяч долларов в месяц, это около, в год и где-то около 7 тысяч долларов в месяц. И вот вдумайтесь, наши рядовые полицейские получают порядка 300 долларов, американские 5000 долларов в месяц, 4000 долларов. Видите, там минимум 10-кратная разница, 10-кратная, 15-кратная разница. За счет государства полиция во многих странах мира, включая Америку, получает страховку, лечение, перемещение в общественном транспорте бесплатно. И очень много различных привилегий, которые дают возможность людям работать в полиции, не думая фактически о завтрашнем дне. Ну и если произойдет несчастный случай, опять же эта система предусматривает очень значительную страховку и опять гарантию для его семьи. Как видим, для нашей полиции такой возможности нет. Что мы предлагаем в демократические выборы Казахстана? Что мы сделаем, как только к власти придет правительство демократического выбора Казахстана? Я хочу вам озвучить программу демократического выбора Казахстана. Так вот, стартовая заработная плата будет начинаться рядового полицейского от 1000 долларов. Это приблизительно свыше 400 тысяч тенге в месяц. Сравните, порядка около 100 тысяч тенге и больше 400 тысяч тенге. То есть 100 тысяч тенге сейчас и порядка 400 тысяч тенге это при правительстве демократического выбора Казахстана. То есть 4 раза больше. Рядовой полицейский, помимо этого, получит возможность на период работы получить бесплатное служебное жилье. Если членов семьи у него много, то из расчета 100 квадратных метров на всю семью он получит жилье. И далее 20-летняя программа ипотечных займов. Рядовой работник полиции может получить жилье, не вносить первоначальный взнос, ставка будет 5% годовых. Но и вы сами понимаете, при зарплате стартовой 1000 долларов, это очень хорошая возможность приобрести жилье ипотечной программе в течение 20 лет. Или бесплатное жилье на период работы полиции. Работник полиции может в 55 лет выйти на пенсию, если он 20 лет непрерывно проработал на государственной службе. Теперь лейтенанты. Лейтенанты, заработная плата будет 2000 долларов, стартовая плюс различные доплаты. Старший офицерский состав будет получать от 3 до 5 тысяч долларов в месяц. Но я еще раз говорю, что жилье будет дешевое, не более 500 долларов в квадратный метр. Это я говорю в столице, а если в региональных городах, это будет дешевле. Для сравнения, сейчас в столице такого типа жилье будет стоить 1500-2000 долларов в квадратный метр. А здесь 500. То есть и жилье будет минимум в 2-3 раза дешевле, чем та рыночная ситуация, которая сейчас сложилась в Казахстане. Я хотел бы озвучить еще ряд пунктов из этой программы, чтобы вы понимали, каким образом материальное благосостояние серьезно улучшится. Но при этом вы понимали, что это абсолютно реально. Почему? Потому что в таких странах, как Эстония, которая была вместе с нами в Советском Союзе, или Чехия, к примеру, которая тоже находилась вместе в Советском Блоке, там зарплата рядового полицейского начинается от 1200 долларов. То есть фактически у нас минимум на 20% будет меньше в первые годы. А затем это все, безусловно, вырастет. Теперь смотрите. Мы говорим о страховании. В случае, если наступят какие-то страховые обстоятельства, то для работников полиции, которые участвуют в этой программе, члены семьи получат страховку. Ну, в частности, если будет потеря трудоспособности, то в этом случае пожизненно будет выплачиваться 50% от заработной платы. То есть, если у вас зарплата рядового была 1000 долларов, половина будет выплачивать государство. Плюс к этому вы будете получать дополнительную гарантированную пенсию 400 евро. Это приблизительно 200 тысяч тенге. Плюс еще у вас есть накопительная пенсия, которую вы сейчас тоже имеете по накопительной системе. Работники полиции будут иметь возможность повышать свою квалификацию. Бесплатное среднеспециальное образование. Бесплатное высшее образование. Далее, смотрите, мы говорим теперь по медицинскому обслуживанию. Я сейчас просто смотрю программу, и мы ее скоро заново выставим. Она была в сети опубликована. Когда сотрудники будут получать бесплатно полный пакет медицинского обслуживания. Сейчас этого нет. Бесплатное медицинское обслуживание. Ежегодные профилактические осмотры. Даже включая зубное протезирование бесплатное. Бесплатное обслуживание, включая обслуживание и плановую госпитализацию, будут получать в том числе члены семьи сотрудника, жена и дети. Теперь давайте посмотрим дальше. Мы говорим, что для полицейских предусмотрены еще другие льготы. Ну, например, бесплатные детские сады для сотрудников полиции. Бесплатный проезд в общественном транспорте. И еще ряд есть льгот. Мы сегодня все опубликуем. Получается, что в реальности тот уровень оплаты, который будет существовать именно при правительстве ДВК, он как минимум в 3-4 раза больше, чем то, что сейчас имеют полицейские. Чтобы вы понимали, что это реально, вы просто сравните все эти показатели с эстонскими полицейскими, и вы увидите, что тот уровень, который мы полагаем внедрить, он где-то приблизительно минимум в 20% меньше, чем в Эстонии. Но, то есть это абсолютно реально. Что такое Эстония? Эстония страна, которая была раньше в составе Советского Союза, у которой нет ни нефти, ни урана, ни газа, ни золота. То есть фактически, те богатства, которые обладает наша страна, несопоставимы с Эстонией. Тем не менее, заработная плата рядовых полицейских начинается от 1200 долларов и выше. Понимаете, да? Что ожидает вас, полицейских, в нашей стране, когда правительство ДВК придет к власти? Я еще хотел бы что сказать. Получается, что в связи с тем, что сейчас вся система правоохранительная находится под контролем президента страны, мы все должны понимать, что это все должно быть поставлено под контроль народа. Каким образом? Мы будем строить парламентскую республику. Парламентская республика предполагает, что правительство будет назначать депутаты, соответственно, министры будут назначаться депутатами. И получается, кто контролирует Министерство внутренних дел, всю правоохранительную систему, правильно, депутаты, а значит народ. Теперь местные полицейские службы. Их сейчас назначает Аким. Мы эти службы должны сделать выборными. Тогда начальство местных полицейских служб будет подчиняться опять народу, потому что его руководитель будет избираться народом. Он не будет подчиняться Акиму области, которая, кстати, тоже будет избираться народом. К чему все это приведет? Что вся правоохранительная система будет под контролем народа. И тот беспредел, который происходит сейчас, он будет исключен. Потому что в этом случае эти люди будут отстранены от своих служебных обязанностей, своих должностей и привлечены к ответственности. При нынешней политической системе это невозможно. Поэтому, уважаемые полицейские, 25 сентября будет митинг по всей стране. И вы знаете, что будет на вас оказываться давление. И вы будете участниками строительства и этого существующего политического мафиозного режима. Вы будете продолжать также жить плохо, также будете участниками этого воровства. Вы будете частью репрессивной системы, которая подавляет права граждан нашей страны. И, между прочим, в том числе и ваших близких, ваших родственников. И у вас есть выбор. У вас есть выбор перейти на сторону народа. На следующей неделе я озвучу еще очень важный пакет предложений для тех сотрудников правоохранительной системы, которые открыто и публично перейдут на сторону народа. Мы все видим, что сейчас идут мощные процессы в авторитарных странах и понимаем, что в ближайшие полгода-год произойдет слом авторитарной системы. Системы в Белоруссии, в Казахстане, в России, а затем и в других странах, как Узбекистан, Туркмении, Таджикистан. Это все произойдет в ближайший максимум год-два. Я говорю о других странах. У нас все это произойдет очень скоро. По нашим оценкам, в ближайшие где-то приблизительно полгода, максимум, это тот срок, когда эта система еще может выживать и остаться в том виде, который на данный момент существует. Но ситуация такова, реальность такова, что на наших глазах происходит слом этой системы. Вы видите, что происходит в Белоруссии. И в ближайшие буквально несколько месяцев максимум мы увидим, как Лукашенко будет полностью отлучен от власти. Это то же самое произойдет и в нашей стране. И вам, полицейским, нужно делать выбор. Потому что если вы хотите сохранить свои рабочие места, если вы хотите зарабатывать, реально зарабатывать, минимум в 3-4 раза больше, чем сейчас, а высшее руководство еще больше, если вы хотите работать действительно на народ, соблюдать законность и порядок, если вы хотите быть спокойными за то, что вас не отведут в суд и не посадят в тюрьму, за то, что вас не привлекут к ответственности, мы, правительство ДВК, вам даем возможность перейти на сторону народа и стать участниками новой реформы, реформы в правоохранительных органах. Многие из вас, перейдя на сторону народа, могут занять ключевые посты в правоохранительной системе, ключевые посты, и стать фактическими автором реформ. Мы приглашаем вас и призываем вас 25 сентября в 19 часов перейти на сторону народа. Когда я озвучу еще ряд пакетов предложений с нашей стороны, вы поймете, что время уже настало. Кто-то из вас сделает первый шаг, кто-то из вас поддержит этот первый шаг, затем начнется обвал всей политической системы, потому что тогда некому будет защищать Нурсултана Азарбаева и его прогнивший политический режим. Давайте вместе изменим страну, давайте добьемся, чтобы потери наши были минимальными, и все, и многое, безусловно, зависит в первую очередь от народа. И, конечно, народ добьется перемен, но и от вас, уважаемые полицейские, будет зависеть многое. Будут ли эти изменения завтра, или это будут через полгода, это зависит от вас, будет ли перемены таким образом, что наш народ не будет страдать, пока будет идти борьба по сломам этого политического режима. Многое зависит от вас. Давайте действовать вместе. Алга Хазастан.